МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот лишь некоторые темы выпуска. Летний день год кормит. В Чебокстарском районе стартовала уборка кормовых культур. Бизнес-климат благоприятный. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов встретился с журналистами. Коси коса пока роса. Более 800 спортсменов приняли участие в 18-х сельских играх. Сегодня в России и во многих странах мира отмечают Пушкинский день. 6 июня 1799 года на свет появился величайший русский поэт, родоначальник русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. Чем еще запомнится 6 июня 2016 года, смотрите далее. Бюджетная политика, лекарственное обеспечение льготников и трудоустройства населения. Эти темы обсудили сегодня члены правительства республики. Подробности в следующем материале. Прежде чем обсудить планы на перспективу, Михаил Игнатьев объявил о подписании указа, который определит основные направления бюджетной политики на три года вперед. Глава республики поставил задачи поэтапно сократить долговые обязательства и недоимки по налогам, разработать дорожную карту по легализации серой заработной платы. В документе множество пунктов. Кабинет у министра Чувашской республики повысить маневренность республиканского бюджета Чувашской республики, в том числе путем формирования резервного фонда Чувашской республики, как в составе источника финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской республики, так и в составе расходной части республиканского бюджета Чувашской республики. Это практически новые нормы, которые дают возможность в отдельных случаях, когда появляются дополнительные расходы с учетом принятия норм на уровне правительства Российской Федерации. То есть вносится соответствующее изменение в действующую систему тех межбюджетных трансферных отношений. Пока, соответственно, мы вносим в Государственный совет, пока рассматриваем. По фактору времени очень много времени проходит. Глава республики отметил, жители должны знать, как формируется и расходуется казна. Информацию об этом необходимо размещать в интернете на региональном портале. В бюджете нынешнего года на закупку лекарственных препаратов заложили порядка двух миллиардов рублей. С каждым годом эта сумма возрастает. В республике увеличивается количество льготников, которые не отказываются от набора социальных услуг. Если в целом у нас в республике порядка 106 тысяч инвалидов, то был период, когда у нас инвалиды отказывались от льготного пакета и теряли, естественно, возможность получения бесплатных лекарственных препаратов. За последние три года доверие к бесплатному лекарственному обеспечению растет. Инвалид, который получает набор социальных услуг, в абсолютном выражении в 2,4 раза больше получает лекарственных препаратов в суммовом выражении от средств федерального бюджета. На реализацию программ содействия занятости из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 400 миллионов в приоритете трудоустройства инвалидов. В январе-майе трудоустроено 281 инвалид. Уровень трудоустройства составил 50%. Усуществляется контроль за трудоустройством инвалидов на рабочие места в счет квоты установленной законодательством Чувашской республики. Гражданам также оказывается помощь в организации самозанятости. Организованы обучающие семинары, составление бизнес-планов. Помогли 138 безработным гражданинам. На планерке обсудили и подготовку к Чебоксарскому экономическому форуму. В его рамках эксперты намерены рассмотреть перспективы развития экспортного потенциала регионов и меры поддержки предприятий в кризисный период. Количество участников традиционной выставки достижений регионов увеличится. Организаторы приняли более 150 заявок. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Игорь Зверев. Республика. Сегодня же глава Чувашии принял участие в селекторном совещании под руководством министра транспорта Максима Соколова. Главная тема совещания – организация пригородных железнодорожных перевозок и погашение долгов регионов перед РЖД. Федеральный министр Максим Соколов отметил, что в ближайшее время необходимо компенсировать потери в доходах пригородных пассажирских компаний. В этом году регионы предусмотрели в своих бюджетах порядка 10 миллиардов рублей. Республика в списках должников не значится. В этом году компании сотрудничества, которые осуществляют перевозки на железнодорожном транспорте Чувашии, бюджет компенсирует 68 миллионов рублей. Сегодня на внеочередном Новочебоксарском городском собрании депутатов были обнародованы результаты конкурса на замещение должности главы администрации города Спутника. На этот пост претендовали глава администрации Мариинско-Пасадского городского поселения Владимир Белов, депутат Новочебоксарского городского собрания Андрей Морозов, исполняющий обязанности главы администрации Новочебоксарской Ольга Чепрасова и директор отделения Чувашской энергозабытовой компании Игорь Калиниченко. Последний и был признан победителем конкурса. Игорь Борисович Калиниченко родился в 1959 году в Полтавской области, окончил МБТУ имени Баумана. В администрации Новочебоксарска он работал в 2012-2013 годах, был первым заместителем главы. Итоги предварительного голосования в Госдуму России Госсовет Чуваши обсудили в молодежной среде. Участники праймери с «Единой России» поделились своими впечатлениями. Для многих это был первый опыт не только в предварительном голосовании, но и в дебатах и в целом избирательном процессе. Участниками круглого стола стали политологи, общественные деятели, члены молодежного правительства. Собравшиеся подчеркнули важность процедуры предварительного голосования. Высказывалось мнение, что такая практика должна стать нормой для всех политических партий, претендующих на места в законодательных органах, субъектов федерации и в Государственной Думе. Сама идея, она дает нам то, что люди начинают узнавать своего кандидата, начинают уже выбирать. То есть предварительное голосование, предварительное узнавание? Да, предварительное узнавание. Народ уже выделяет из всех кандидатов, единственных, которые знают они не на словах, а на деле. Потому что нам приходилось ездить во все сельские поселения. Я вот по своему часто говорю. И многие говорят, что наконец-то мы видим живого кандидата. Напомним, что в предварительном голосовании в Госдуму победили в одномоднатных округах заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. По партийному списку лидером стала действующий депутат российского парламента Алена Аршинова. Окончательное решение о том, кого единороссы выдвинут кандидатами в депутаты, будет принято в июне на съезде партии. Глава Чувашии призвал все хозяйства республики мобилизовать силы на уборку кормовых культур. Как идут работы, Михаил Игнатьев узнал, побывав в Чебоксарском районе. 600 тысяч тонн сена по 200 тысяч тонн силоса и сенажа. Таков план у хозяйства республики по заготовке кормов для животноводства. Вот это нам позволит выполнить наши планы, поставленные планы. В этом году мы задачей ставим молока надоить около 147 тысяч тонн в хозяйствах и около 127 тысяч тонн мяса произвести. В ОАО «Чурадчикское» сейчас идет с заготовкой сенажа. Уборочная техника вышла в поля уже в конце мая. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки. Продление одного дня или на несколько суток в конечном итоге дает некачественные корма. Потому что надо корма убирать, кормовые культуры убирать, когда как раз они в фазе бутонизации, когда белковые, протеинные в своем содержании максимальное количество. Сегодня косилки и комбайны вышли в поля в 15 районах республики. Глава «Чуваши» Михаил Игнатьев призвал всех руководителей хозяйств мобилизовать силы на заготовку кормов. Надежда Яковлева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика. Взаимодействие руководства республики и бизнес-сообщества позволяет сохранять положительную социально-экономическую динамику в республике, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Жалоб от бизнесменов в «Чувашии» поступает значительно меньше, чем прежде, сообщил обмунсмен в прессе. В сравнении с другими регионами обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России в «Чувашии» тоже меньше. Если в Перми их около двух тысяч, то в нашей республике всего 600. Мы довольны работой. Иванова, Владимира, он взвешенно подходит. Бизнес в центре, в частности в Москве, живет и развивается по другим законам, нежели в глубинке. Именно поэтому Борис Титов ездит по регионам, чтобы своими глазами увидеть картину. Приезжая в какой-нибудь город, омбудсмен по правам предпринимателей первым делом идет на базар. За новостями. В Чебоксарах он поговорил с продавцами центрального колхозного рынка. Они знают все об экономике, какой курс, какая цена на нефть и прочее. Поэтому они очень обоснованы и профессионально нам говорили о том, что происходит сегодня с экономикой. Главный вывод в том, что на 20-30% упали продажи. И упали они потому, что люди стали тратить меньше. Есть и положительные моменты, которые Борис Титов отметил в Чувашии. К примеру, он сравнил деятельность нашей ветеринарной службы с одной из региональных. Там поступила жалоба о том, что за два клейма на мясе деньги берут два раза. Один раз при забое, другой на рынке. Оказалось, что у вас все гуманнее. Кажется, это в инструкции действует по-разному в разных регионах. Кажется, у вас, да, доната два раза штамп, но за второй штамп деньги не берут. В целом Чуваша имеет отличные возможности по привлечению бизнеса на свою территорию, подчеркнул омбудсмен. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Условия содержания заключенных в следственных изоляторах обсудили представители власти и общественных организаций под эгидой уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. Открыто об этих проблемах не говорилось уже давно. Как улучшить условия пребывания в местах предварительного заключения? Эта тема обсуждается не первый год. Конечно, со времен Советского Союза условия изменились к лучшему. Но мы все равно далеки от европейских стандартов. Нарушения из года в год они появляются. Из года в год принимаем совместные решения с усилами об устранении тех недостатков, которые были выделены непосредственно в органы контрактуры. В Чувашии два следственных изолятора и около 20 помещений временного содержания подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Общая наполнимость около тысячи человек. Изоляторы в Чебоксарах и Цивильске размещаются в зданиях постройки XVI и XIX веков и постоянно требуют ремонта. Строится третий сезон и 500 мест, но процесс этот растянулся на многие годы. По европейским стандартам на одного заключенного полагается 7 квадратных метров площади, по российским – 4. Есть и множество других требований, но они редко где соблюдаются. Часто человек выходит из изолятора с различными заболеваниями и сломанной психикой. Кроме того, рассматривается вопрос о приравнивании одного года в СИЗО к полутора или двум годам в колонии. Международный пакт о гражданских политических правах, устанавливающий в связи с лишенными свободами, имеет право на гуманное обращение и уважение к достоинству, присущие человеческой личности. Такая же позиция определена в статье третьей европейской комедии. Тополиный пух, жара, июнь – это не про наш город. Во-первых, на термометре не больше плюс 15, а во-вторых, тополей в городе все меньше. Об этих и других деревьях, растущих в городской черте, Ольга Пырычкина. Восемь литров углекислоты. Столько за один час выделяют с дыханием 200 человек. Поглотить его за это же время в среднем может один гектар зеленых насаждений. Если пересчитать, то дыхание троих человек может обеспечить одно дерево средней величины. Чебоксары являются одним из самых зеленых городов России. Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 38% от всей площади города. Площадь столицы Чуваши – около 25 тысяч гектаров. Население – чуть меньше полумиллиона человек. Исходя из вышесказанного, в Чебоксарах должно быть не менее 2,5 тысяч гектаров зелени. По расчетам сейчас их 9,5 тысяч. В советские времена землители отдавали предпочтение тополю. Саженцы недорогие, дерево неприхотливое и быстро растет. Все эти плюсы перечеркнул один пушистый минус. Несправедливо говорят, что вот тополь – аллерген. Не сам тополь – аллерген, а вот пух, который выделяется, на себе адсорбирует все те вещества, которые могут вызвать аллергию. Но фактически это дерево очень благоприятное для города. Настолько много полезных веществ оно выделяет, настолько много вредности оно в себя впитывает. Сажать тополя перестали, а к уже существующим применяют так называемую формовочную стрижку. Основной ствол укорачивают на 4-6 метров. После этого дерево не пылит несколько лет. Хорошо поддаются формовочные стрижки липа. Сейчас это самые распространенные деревья на улицах города. Чаще всего их стригут под шар, но встречаются им более экзотические варианты. Например, куб. Кроме формовочной, существует омолаживающая стрижка. Именно она вызывает столько недовольства у горожан. Мол, обкорнали дерево. Специалисты просят не волноваться и потерпеть. В городских условиях дереву это необходимо, а годы через три сформируется красивая крона. Впрочем, стричь, рубить ветки, а тем более деревья целиком, имеют право только специальные службы. Если, допустим, у вас во дворе аварийное дерево, то есть оно наклонено или высохло, то вам надо обратиться в МБУ управления экологией города Чуваксара. Наши специалисты выйдут и обследуют данное дерево и дадут соответствующие ордеры решения на вырубку. Также следует действовать, если вам кажется, что в квартире не хватает солнечного света. Вырубку нельзя начинать без определения уровня инсоляции. Что касается экзотических для нашего климата деревьев, таких как каштаны или кедры, то их приходится спасать не от топора, а от лопаты. Нередко деревья выкапывают, чтобы посадить у своего дома или на даче. Правоохранительные органы предупреждают, за саженцами нужно ходить на рынки и в питомники, а не городские парки. Штраф за это административное правонарушение может достигать нескольких тысяч рублей. И это не считая мук совести. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Улыбнись соседу. Аналитики портала Домофон составили рейтинг дружелюбных городов России. Самыми добрососедскими городами стали Грозный, Орск и Нальчик. Чуваксары заняли в списке 48-ю строчку из 100. Респондентам предложили оценить утверждение. Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые. По 10-ти бальной шкале. В опросе приняли участие около 300 тысяч человек. Из них более тысячи чебаксарцев. Столица Чуваши набрала 7,5 баллов. Среди городов ПФО самую высокую строчку занял Стрелитамак. Он расположился на пятом месте. В целом жители России оценивают своих соседей положительно. Разница между первым и последним местом составила всего 1,6 балла. Мы хотим всем рекордам наши звонки и дать имена. В республике завершились 18-е сельские спортивные игры. 18-е сельские спортивные игры. На два дня деревни Яныши превратилась в большую спортивную площадку. Более 800 участников из 21 района встретились в Чебаксарском районе. Торжественная церемония началась с интересного праздничного представления. Здесь были детсадовцы на велосипедах, школьники и, конечно же, спортсмены. Эти сельские игры, они практически уже приравниваются на уровне Российской Федерации к Олимпийским играм. По результатам 18-х сельских игр, то, что будет здесь происходить, среди 16 видов спорта, будет, конечно, отобрана достойная команда Чувашской республики. Полагаю, что судейские коллеги будут объективно судить без подставы. Все участники приехали с большим желанием победить к сельским играм, готовились заранее. Мы являемся лидерами по поддержке развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. И наглядный пример главы Чувашской республики сегодня не дает нам повода опускать планку ниже. И, конечно же, все вы сегодня и морально, и психологически готовы к новым рекордам, к новым победам. На этой площадке мастер-класс показывали косыри. Казалось, дело нехитрое. Задача накосить травы как можно скорее, правда, с одной оговоркой. Косить нужно тщательно, от земли до среза не более 5 сантиметров. Данный участок 0,05 – это очень маленький участок для сельских жителей. И это было совсем легко. Сильнейших выявляли и масса рестлинга. Его правила очень простые. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах. Для Марии Петровой победа в этом соревновании была полной неожиданностью. В таком виде соревнованиях я участвую в этом году в первый раз. Заняла второе место, чем очень сильно горжусь. Впрочем, на сельской олимпиаде были и более привычные виды спорта. Это армрестлинг, борьба на ПСА, гиревой спорт, перетягивание каната и другие дисциплины. Традиционно пройдет и многоборье дойеров, механизаторов и спортивных семей. По итогам этого этапа будет сформирована сборная «Чувашия». В середине июля она отправится на всероссийские сельские спортивные игры. Пройдут они в Саратовской области. Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Первое место заняла команда Чебоксарского района. Второе – в Урнарского района. На третьем месте спортсмены из Ибресинского района. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова